7 лет колонии и 900 тысяч рублей штрафа. Такое основное наказание получил по приговору Ставкарского суда Святослав Асачук. Бывший зампредседателя Республиканского отделения спортивного общества «Динамо» признали виновным в растрате и получении коммерческих подкупов от бизнес-партнера в 2020 году. Вину в коррупционном преступлении фигурант отрицал, а вот два его подельника ее признали. Впрочем, свободы, хоть и условно, все же лишились. Я прекрасно знал, что за мной наблюдают, что меня послушивают специально-техническими средствами. Но я не придавал значение и никогда не думал, что я совершаю противоправные действия. Полковник МВД Святослав Асачук в руководство регионального отделения спортивного общества «Динамо» вошел пять лет назад в должности заместителя председателя. Весной 2020-го он временно на полгода его возглавил. Примерно в тот же период он оказался в оперативной разработке регионального управления ФСБ. По данным спецслужбы, Асачук с привлечением своего знакомого Артема Кирушева и представителя коммерческой структуры в сфере общественного питания Ксении Нечаевой провернул схему хищений и получения откатов. Началось все в мае, в период локдауна, когда гостиницу «Динамо» превратили в обсерватор для вахтовиков, строителей газопровода. Кроме проживания, им организовали трехразовое питание. Асачук привлек индивидуального предпринимателя Конокола, представителем которого являлась Нечаева, и, соответственно, привлек через своего знакомого Кирушева, с которым он находился в дружеских отношениях, который, в свою очередь, также находился в дружеских отношениях с Нечаевой. Нечаева на предложение оказать услуги общественного питания ответила согласием и озвучила свою цену, исходя из стоимости 500 рублей в день за питание одного человека. Однако Асачук данную цену увеличил практически в два раза, то есть до 900 рублей в день в целях получения разницы, получения коммерческого подкупа. По данным следствия, Нечаева за вычетом налогов и комиссии за обналичивание передала Асачуку через посредника Кирушева 153 тысячи рублей. Примерно похожую схему откатов под деньги провернули, когда на базе спортов общества развернули детский летний лагерь «Юный динамовец». 450 рублей, положенных на трехразовое питание ребенка, урезали на сотню в пользу Асачука. За три месяца набежал откат без малого 300 тысяч рублей. Еще 117 тысяч целковых, полученных Асачуком наличкой за размещение детской команды из Ухты, по версии следствия, было присвоено. В июне-июле 2020 года на территории общества базы «Динамо» размещались баскетболисты и спортсмены, прибывшие из Ухты. То есть денежные средства, направленные на реализацию услуг, оказанных обществом «Динамо», это различные мероприятия, спортивные мероприятия, а также питание, он направил в свою пользу, соответственно. Он не направил их ни в кассу предприятия, а также ни на расчетный счет предприятия. 117 тысяч рублей похитил путем присвоения от полученных от тренера, который возглавлял этих баскетболистов и прибывших из Ухты. Задержанный Святослав Асачук не признал вину ни по одному из пяти обвинений в коммерческих подкупах, присвоениях и растратах. Заявил, все получаемые деньги он тратил не на себя, а на развитие регионального отделения «Динамо». Я не отдал за то, что деньги я получал, это и есть документы. Эти деньги потрачены на материальную базу общества, закуплены, соответственно, имуществом, которые используются там. Деньги ни копейки, много личных взяток, не потрачены на личные нужды, все покупалось именно на «Динамо» и именно для целей. В развитии общества, вы сами видели, материальный баз. То, что мне вменяет следствие, я считаю, это буховенная коммерческая деятельность, так работает во всех регионах. Просил Асачук строго не наказывать его сообщников. Кирушева, который помогал исключительно по дружбе, Нечаева никаких откатов ему даже не предлагала. Сама фигурантка вину хоть и признала, заявила, что тогда была вынуждена соглашаться на любые предложения, чтобы сохранить коллектив. Я не считаю себя преступником, виновным. Меня никто не заставлял, ни пивышек, ни осочек, ни на такие, никто не заставлял. Это мое решение, исходя из того, что на тот момент, в 2020 году, была пандемия и весь общепик был закрыт. Мне нужна была работа для того, чтобы свой штат хотя бы не увольнять и свое предприятие оставить на действующем. Оно сейчас и работает в том же составе. Благодаря, опять же повторюсь, той работе, которая была сделана в 2020 году. Сыктывкарский суд учел смягчающие обстоятельства фигурантов, но наказание вынес даже строже, чем просил прокурор. Ксения Нечаева получила год условно и штраф в 12 тысяч рублей. Артему Кирышеву назначили три года условно и штраф в 400 тысяч. Осачук, ожидаемо, получил больше всех. Семь лет колонии общего режима, штраф в 900 тысяч рублей и четырехлетний запрет на руководящие должности. Адвокаты осужденных обжаловали приговор в Верховном суде Коми.